доброе утро 20 минут 9 все заезжаем пока все по плану спасибо кегелю сейчас ведь у нас осень продолжается вчерашний день такой же самый как и сегодня всю ночь дошел сейчас дождь идет поедем смотреть что там у нас приветствую туда показал а вот но выгарит показывает цепляй надо но было бы хорошо зацепить вот он наш кормилец еще подбиваем сейчас потом пойдем посмотрим все подцепились сейчас мы колеса бушные закинем и потом сделаем экскурс вокруг прицепа все покажу что у нас новая эти парни говорят прицеп был готов еще в понедельник вся загвоздка была с палетником чего-то там но опять вот короче вы грунтуем там что-то все вздыбливается в общем короче получается тут неделю красили ах красавчик 2 передняя ось полностью новая с новыми дисками с колесами одно новое колесо в прицепе лежит брат не знаю как я сейчас поеду грузиться мне еще три коль два колеса щас закинут короче не знаю там место было потом еще хотя бы в прицепе на эти колеса на погрузке будем думать уже там на месте сейчас мы их пока пока закидываем там я потом переоденусь мы это все уже на погрузке будем решать куда чего их девать я-то их скину на базе но сначала я поеду грузиться потому что если я поеду на базу я не успею загрузиться сегодня так куда 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 да третий четвертый четвертому боксу подогнать уже разучился ездить это надо заново учиться все прямо в лужу все побежал я за колесами по страховому случаю было направлении поменяли получается ось полностью колеса сборе ремонт палетного ящика крышка это с той стороны домена противоподкатного бруса переводим пути восстановление рамы вот эти все нового на помощь а а и колодки швы нам тоже поменяли колодки павц по всему все все три оси проверка совокупности все все в этих в пределах нормы да оооо крышечка ну правда шмидцовская ну че твой мне че страшно как эрак ой задний новый ну все она новой такой не было все крышка теперь блестит но геометрия конечно ну это понятно но самое главное что самое главное ось страховая сопротивлялась да не любят они с деньгами расставаться получать деньги а здесь тоже выровняли да раму тоже все ровненько ну что можно сказать только спасибо за помощь мы погнали тогда трудиться дальше все удачи вам успехов в труде вообще все четко все оперативно 9 утра мы уже выезжаем сейчас или проложить выполните разворот там где это разрешено надо пропуск отдать или проложить на следующем повороте поверните налево хоть погодки и не шепчет это сейчас поедем я куплю повешу привезем все в норм но все-таки скажем так спасибо олега сервис там находится официальный дзиллер кегель как бы давайте еще раз посмотрим тут все четко все красиво все новье это все новое ось полностью новая так перчатки надо взять парни мало стеснительные все даже крышечка есть на камеру но главное что все сделали четко все этот задний видится все у нас на вилла здесь три колеса даже видите гайки пооставались это мы все повыбрасываем впереди одно новое за вот тут два бэушных наверное надо будет сегодня на базе ну здесь тоже все новое вот это колесо мы оставим еще вот это камовская на средней оси а сегодня приеду достану домкрат и вот это вот мы поставим вот сюда на среднюю ось пока пока еще одно колесо купится потому что ну это уже какое-то совсем подгулявшее в принципе это наше родное еще между прочим это единственное родное наше колесо которое осталось снова посмотрим может так поеду может поставлю если дождя не будет в принципе а что нам дождь здесь из гаек открутить не сложно просто вот это колесо поставить оно все-таки поинтереснее выглядит чем то ну а сейчас поедем все покажет время как резина будет износ как все я думаю что вопроса быть не должно ну вот крышка полетника можно сказать из-за которой потеряли немного времени но самое главное что мы сейчас успеваем должны успеть сейчас едем грузиться правда не знаю как это все будет выглядеть с этими колесами ну и каким-то образом надо будет куда-то смещать куда-то ложить короче не знаю посмотрим приедем на загрузку там разберемся увидим что загруз может быть наверх сложим мне их довести но допустим сначала надо ехать грузиться вот все сейчас закрываюсь эти мои перчатки закрываюсь и полетели не будем царять время потому что план работающий на сегодня большой ну и да вот колодки мы теперь все поменяли на всех на всех шести осях ой шести трех осях все с новыми колодками одно колесо нам осталось докупить то которое у меня застрелилось будем с новой резиной полностью останется еще тягач обуть одно колесо есть три докупить обуть и можно Арбайтом кстати погнали Арбайтом хорош тут уже ходить лясо тащить закрываем ворота и полетели а то хожу ля-ля тополя стоянка грузового транспорта запрещена ого сваливаем пока не арестовали сейчас машинчик заедем вон заправимся на Татнефть потом повернем налево по сто седьмой я не знаю но вот идут машины там так они туда попадают на эту сто седьмой я не знаю сейчас мы заедем сюда нам ленуться надо а то совсем пустые нет ну едут вот как-то там подскаду что-то я не пойму или это не подскаду они едут короче непонятно ладно поедем по сто седьмой в общем-то время есть еще опа сейчас заправимся какой тут море вторые сутки дожди идут без перерыва нет все-таки тут открыто как только туда попасть хрен его мама знает отсюда надо было как-то ехать разворачиваться не знаю у меня что-то рисует впереди краснота но причем не на львовском а не доезжая львовского то есть не доезжаем 2 но как бы я туда позвонил все там они ждут что делать придется постоять что-то что-то меня вот рисует машка что-то сейчас можно съехать на этот нацкат через километр вряд ли конечно я конечно сейчас лучше свинтил туда она мне вот здесь рисует но я сильно сомневаюсь что там есть выезд тем более никаких указателей нет как-то ехать совсем мало вот здесь куда мы тут куда ты тут нацкат собралась меня сводить тут можно вернуть нацкат съехать поставлять с ума сойти ладно они так сказали ориентировочно два часа мне дали сказали что ждут так что успеем вот он вражина как бы это помягче сказать даже не знаю помягче то и слов не находится почему да время сейчас без 15 час выехав с 9 вот почти 4 часа а мы все едем уже клиенты звонили и загрузки из выгрузки уже даже ну что выгод сюда же это какая-то катастрофа просто с этими переездами с этой 107 как здесь можно что-то загадать скажите не знаю вроде как обещаются что еще один переезд заморгал впереди ешкин не там так тут вроде как обещаются подождать не знаю ничего не могу сказать точно он какая-то железяка поехала кат кат так почти каток без слов не скажешь без этого без нашего родного русского пел сектор газа не прожить нам и дня да отведи мою душу обложи ты меня матершины нашей русской обложи как учили нас деды как учили отцы скорее бы дай бог загрузиться свалить туда на сибирские просторы честно сказать что-то уже подустал я от этих пробок московских и подмосковских тоже проклятое место какое-то львовский засекаем сколько с этой стороны стоит московских Субтитры подогнал «Симон» 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 Постоянка Сейчас, главное, тут еще что-нибудь Не на... Не на тупить Так, а мы сейчас разворачиваемся Под новеньким мостом Держитесь правее Готовьтесь к небу Так, сюда нам На следующем повороте поверните налево На следующем повороте поверните налево Вот и когда Нам куда-то вот сюда, вот прямо Вот в это вот промышленное здание Только надо вокруг подъехать Компания гофро-сталь там находится Когда-то здесь база была Здесь и таможня тут акций Даже как-то раз 1 января здесь машину забирал Вернее, уже была вторая Готовьтесь к правому повороту Через 310 В старой конторе Сюда вот мы заезжали С правой стороны Здесь вон те вон ворота Сейчас не знаю Стоят они здесь Не стоят, что-то я их тут уже не вижу Машину Они отстоят Здесь как у российской фирмы У российского филиала Типа стоянки Тут документы Стать принять Там туда-сюда Нет, стоит там Там она одна Какая-то На следующем повороте Поверните направо На следующем повороте Поверните направо Так, ну все это дело Объезжаем по кругу Готовьтесь к крутому правому повороту Через 250 Раньше была дальше Вот сюда налево И там потом был въезд в ворота Потом сюда перенесли Там что-то вроде как тут Запретили стоять У меня всех подробностей не знаю На следующем повороте Резко поверните направо Туда направо И по прямой в ворота Готовьтесь к прямому повороту Через железку И прямо говорит В ворота упирайтесь Кроме автотранспорта Сотрудников предприятия Значит нам можно Мы же грузиться едем Контора Гофра сталь Дали прямо у ворота Заезжать Еще раз Какой порядок Да-да Гофра сталь Нравится? Гофра сталь Загрузка Че куда тут дальше? А дальше По прямой? Понял Что нам тут сейчас нагрузят? Железо? Выполните разворот там, где это разрешено Или проложите Выполните разворот там, где это разрешено Какого-то железо сейчас накидают 22 тонны должны загрузить Конечный пункт через 200 метров Какого-то железо нам сейчас набросают 22 тонны И будем мы ехать Сейчас второй вопрос Куда сейчас колюса здесь? Сказали в конец Проможите Разворот там, где это разрешено Да, господи Короче, надо здесь, наверное, вставать И идти что-то тут узнавать Не, ну или я дурак, или что Я же думаю, вы тоже слышали Охранник сказал В самый конец Сейчас надо Короче, задом Назад выгонять Я же у него спросил, куда ехать В самый конец туда Все, езжай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, вот так Почти 4 тонны 22 тонны Это вот железо Нагружено Нормально Нормально Оторвалось Здесь вот Крепление Это все делается Нужно Отсюда вырвалось Просто тросик Надо раскрутить Тросик Тросик вставить И обратно зажать Ключик на 8 Дело Сейчас Сделаем Все Сейчас мы все это дело увяжем Я думаю Что Ремня по 3 На каждую 6 пачек На эту может быть 2 Это узкая На эту 2 Так, 6 пачек На них по 3 ремня Прижмем Мы это дело Все четко Нормально Сзади место Ой, блин Воду влез Сзади здесь место есть Сейчас колеса сюда выкачу Крышу сдвину Колеса выкачу Поворота закрошу Чтобы они не упали И все И потом только останется Колеса скинуть Не слабое колесо Такое ощущение Что оно какое-то слабоватое И этого Не знаю Не могу найти этот Манометр Куда-то ноги сделал Ну Ой Вот Примерно вот так Все это будет выглядеть Я думаю, что доедет нормально На всех по 3 Ну а здесь 2 Здесь 3 Нету этого Я думаю, что они доедут Должно быть Все хорошо Что там по времени у нас Уже 4 Без 10 Только закончил Ну в общем-то Питается за Два с половиной часа Загрузили То быстро Дольше увязывался Увязывался Это мы сделаем Это вообще никаких проблем Надо только ключики Что-то пошел Поискал Ключика на 8 Не нашел Так что это фигня Все Это мы все сделаем Все Пошли мыться Будем думать Что дальше делать Куда-то сейчас ехать Я вообще никакого Восемь не стану Мы сейчас там Как прилипнем И будем до 12 Ночи До М7 ехать Даже если на скат Выскочим На семерке Все равно Потом станем Вот Тяжелые Эти хреновины Ну По три с половиной Тонны Где почти По 4 тонны Пачка Кто-то нам звонит Сразу же испытание Нашему прицепу После ремонта Сразу же 22 тонны Маловато на вторую Правда Восемь с половиной Сейчас для лета Это нормально Так Что теперь 10 минут 5 Ненормальное колесо Сейчас отсюда Смотрит Просто там На бувре стояло Вот 10 минут 5 Сегодня на базу Ехать смысла Никакого нет Никто меня там Не дождется Естественно Ну и ехать Я туда буду Наверное Часов до 10 Вечером Если не больше Готовьтесь К рудовому Глебому Вороту Десять Десять Сказали Завтра утром Приезжай Сегодня ты там Не нужен А мне туда Надо по-любому Ну во-первых Новую путевку взять Отнести надо Да Все Да Пойду отнесу Вокумент Новую путевку выписать Потому что Моя Моя Закончилась Сегодня Последний день Ладно Я думаю Завтра Ничего страшного Вот Колеса Скинуть Мне даже на телегу Показывают 22,3 Но это нормально Телега По весам Все будет хорошо Как бы для зимы Конечно Загрузка такая Не айс Скажу я вам Притаились У них тут В прицепе Все дела Свадьба Пивас Сейчас Отдыхают Пацаны Тоже надо Вот Так короче Что делать Думаю Поеду я сейчас Здесь Вот Тоже в курсе Как-то вот Тут уже ночевал Есть тут В сторону Минки Стоянка От ТЗС На заправке Не нормально Сейчас Посмотрю На колесо Это просто Там То ли на бугре Стояло То ли что Тут Вон Посмотрите То сейчас Селятина Будешь Только полчаса Уезжать Поэтому Ловить Сегодня Здесь На сто Седьмой Тем более Даже Нацкад Мне нужно До Новорязанки Даже Доцкада Я здесь Буду ехать Этот Этот Там Как его Львовский Сейчас Вечер Электрички За город Пошли Всех Повезли Будем Стоять Там На этом Львовском Только Часа Три Только В ту сторону Уж Один Львовский Проезжать Поэтому Поедем На стоянку И завтра С утреца Порванем Уже На базу Ну и там Дальше Уже По Накатанной Хочу 22 тонны Нагружено Вот так Так это Нормально Загрузили Хорошо Все 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 Легкие 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 Реза Таскать Надо И 22 Протащить А вот Здесь СВХ Здесь Высокая Знаю Могу Ошибаться Это Акцизная Таможня Здесь Просто Просто Вилы Ловить Никаких Проблем Вон Видите Одна машинка Стоит Моей Бывшей Ну вот Мы сюда Тоже Иногда Заезжали Даже Здесь Машины На выходные Кидали На Новый Год Даже Здесь Оставляли Приезжал Сюда Раз Забирал И Отсюда Потом В Эстонию Ехал А здесь Вот Сами Видите Что Делается Просто Катастрофа И так Сейчас По всем Дорогам Области Посмотрите Что Делается Здесь Широкая Здесь Уже Вот Толкотня Метусня Начинается А туда Дальше Сужение А ремонт Там Ооо Братцы А в А вот Уже В область Сейчас Посмотрите Киев Область Уже Стоит Уже С отсюда Короче Вы поняли Посыл Правда Овчинка Возилки Не стоит Ты только Сейчас Весь вечер Промучаешься В этой Толкотне Соляр Солярки Сожгешь А толку Будет Ноль В базе Приедешь Ну в лучшем Случае Часам К 10 А то и к 11 Вечеру Я сегодня 60 километров Ехал 4,5 На часа Часа Естественно Тебя Никто До этого Времени Ждать Не будет Само собой Все равно Все приедут Утром Так я Лучше Утрочка Часов 6 утра Встану И Провану Так будет Правильнее Нашел Еще Где у нас Трубочка Перетерлась Смотрю Я все Когда стоял Вот возле Тягачом До этого Уже Обращал Внимание Что Утром Посыпаешься Воздуха Нет Может Здесь Прицепа А вот Сегодня Стоял Тягачом Возле Кергеля Утром Заводится Воздух Икс А сейчас Когда Загрузился Пока Там Ползал Времени Увязывался Слышно Шипение Короче Залез И у Меня Под Прицепом На раме На тягаче Там Где прицеп Под прицепом Короче Я покажу Сейчас Приедем Там Скрутка Трубки Пластмассовая Скрутка И Смотрю Слышу Как раз Дотронулся И все Пропало Протерлась Трубочка Надо Муфты Такие Купить Продаются Я уже Давно Хотел Купить Запас Положить Сумки Не доходили Ну вот Теперь Дойдут То Забудешь Про них То Еще Что Небось Нужно Будет Супить Потом Просто Отбиться С под Прицепа Выехать Чтобы Нужно Было Угоднее Добраться Там В эту Скрутку Там Она На На Пит На Этих На Питингах Да Питинг Называется Короче Она Там Сжата Разодрать Трубку Разрезать Соединить На Муфту На Эту И Потом Обратно Хомутиками Сжать Вот Такой Объем Работ Себе Нашел Потому что Не солидно Автомобиль Солидный А воздух Ходит Не солидный Тем более Нашел Где А там Это Вообще Эти Хомутики Они Вообще Так Четко Все Разрезаешь Трубочку С одной Стороны Щелк С другой Стороны Щелк Все Красота Был бы Здесь Какой-нибудь Автомагазин Я бы И сейчас Это Сделал Но Автомагазина Тут Нет Давай Поехали Поехали Тигуан А Я не буду Останавливаться Опять Потом 22 Тон Разгонять Так-то Тут Неплохо В этом Юшково Если только Военные Стрелять Не начнут Ночью А так-то Тихо Ну дорого Да Что 250 По Московским Меркам Это Недорого Места Должны Быть Во всяком Случай Очень На Это Рассчитан Да Места Тут Есть Здрасте Ну Сюда Добраться На Сегодня Пока Сейчас Мы тут Еще С одним Очень Хорошим Человеком Встретимся Туда Сюда Здесь Стоял Сейчас С краю Стану Вот И Что Завтра Уже Начнем Полноценно Арбайден А Сейчас Пойдем Посмотрим Колесико Заодно Одну минуту Сейчас Припаркую Самоход Запаркую Уже Ну и Все Короче Вот там Скрутка Вот Крупки Идут Вот там Шипит Воздух Ну а Что Колесо Колесо Довольно Прилично Выглядит До 22 С Половиной Тон Я Думаю Что Там 22 С Половиной Точно Как 23 Не 23 Но 22 С Половиной Есть Здесь Все Хорошо Вот Теперь Все Вглушимся Хороший Сегодня Короче Чтоб Даром Время Не терять Все Вон Поставил Фитинг Сейчас Хомутиками Прижмем Съездили Тут С товарищем Прикупили Запас Вот Надо Дождик Ничего И Эту Сделал Тоже Все Уже Залазить Не буду Короче Все Этот Тросик Тоже Прикрепил Затянул Все В порядке Вот Так что Полезно Время провели Чтобы потом В дороге Лишний раз Не отбиваться Поэтому Сделали Все Теперь Будет У нас Все Воздух держать А то Стал Пришлось Даже Вот Отгонять Вперед И все И прицеп Сразу Падает И этим Кассетницей Прямо Вот На бордюр Ложится Может Даже Следы Остались Короче Думаю Не Надо Надо Сделать Все равно Делать Надо Поэтому Сделаю Пока Все равно Время Есть Так Что Все Зажимаем Подбиваемся И На этом Все Короче Вот Шипит Вот Этот Кран Вот Уровня Пола Я Так Понимаю Поэтому И Прицеп Падает Я Думаю Эту Поджимать Уже Смысла Никакого Нет Сейчас Как Подожмешь Что Небудь Так Тут Вообще Будет Беда Короче Небж Думаю Думаю Продолжение следует Продолжение следует...